Итак, всем привет! Сегодня мы будем играть в Nuclear Front, и на очереди у нас Мелсинг! Самый челленджевый персонаж в игре, потому что у него всего 2 хп, то есть он умрёт буквально от любого прикосновения. Его пассивная способность, то что он из каждого врага получает на один маленький кусочек радиации больше, чем другие персонажи, то есть намного быстрее набивает уровни. Но, это мало того, у него есть ещё и активная способность, которая позволяет взрывать трупы врагов вот так, всё время, неограниченно, я могу всё время бегать и всё взрывать. Ну, как, понятно, что каждый труп можно взорвать только один раз, это логично, я думаю. Ой, возьму пока Лазербрейн. Это очень хорошая способность, потому что она не только наносит урон просто врагам, но ещё и уничтожает все снаряды. То есть вот так вот сделал и всё, экран чист от снарядов. Больше в меня ничто не летит, ничто не хочет меня убить. Так что она так весьма хороша. Кстати, может там кто-то уже заметил, я... Ну, думаю, что в этом выпуске почти каждый ран будет так начинаться, но ладно. Если хотя бы раз удастся что-то нормальное выдать, то хорошо. Я скачал 92-й апдейт, ну, на время, когда я записываю этот последний апдейт. До этого я играл 89-й. Ну, просто потому что в 90-м и 91-м были очень большие проблемы с мутациями, они как-то там заменялись, действовали на следующие раны, когда нажимаешь рестарт. Ну, в общем, что-то непонятное творилось, и мне это не нравилось. Мне хотелось играть в чистую игру без лагов. Поэтому вот он я здесь. Ай-яй. Не взорваться на собственной гранате. А, конечно, с аутрайфл. Почему бы и нет. Не сильно я уровни набираю. Хотелось бы побольше, конечно. Вот особенно на таких больших личинках, конечно, делается. Основа уровня. Ну, то-то... О, отлично. Стронг Спирит. И... Импакт Фриц. Стронг Спирит дает мне над головой этот нимб, который делает так, что когда я поранюсь, вот, например, я сейчас один раз поранюсь, и я не умру с одного удара. Вот какой сюрприз, я не умру с одного удара. О чем еще я могу просить? Так вот, я взорвал на всякий случай. Все, чтобы сломать патроны, чтобы лишний раз не рисковать. Все. Пять отвертка. Могу я пойти в ту секретную территорию, но, если честно, я немного боюсь. Кстати, я даже сам не заметил где, но я поранился. Один раз. И поэтому у меня нету нимба. И мне бы хотелось полностью вылечиться, чтобы он у меня появился назад. Вот так я сделаю. У меня был выбор типа идеи к черепашкам ниндзя или в ту... Золотую территорию. Я выбрал... И туда, и туда. Хе. Только теперь у меня нет нормального оружия. Проблемка. Я не знаю, что мне делать. Я паникую. Но я буду просто все взрывать, я думаю. Не своими... Не своей правой кнопкой, а гранатами. Чтобы уж наверняка. Вот так. Все, все, взрывайтесь. Вот так. Хорошо. Так. Хорошо. Аккуратно. Нехорошо. Так, ладно. Пожалуй, рисковать все-таки не стоит. Нужно... Как-никак стараться. Чтобы было хотя бы одно нормальное оружие. Потому что как же без этого. Здесь, кстати, должна быть какая-то концовка в этом апдейте. Может быть, их даже две разных. Но я пока еще не особо все знаю. Так что постараюсь просто победить трон. Без извращений. Он просто пришел и победил. Надо почаще, наверное, все взрывать. Потому что мне это ничего не стоит. Это еще поэкономит патроны. Если уж прям искать какие-то позитивные стороны. Такой способности. Ну ладно. В этот раз я предпочту вот так. Не пойду я к черепашкам ниндзя. Но неплохо было бы золотое оружие. Займеть. Райна скин. Теперь у меня 6 хп. В 3 раза я увеличил свое хп. Ну, она вообще всего 4 дает. Но поскольку у меня было 2. В общем, все понятно. И бэк маслов. Больше патронов могу удерживать. Так, 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 так. Время взрывать. Так, все активно взрывается. Так, я увидел саутрайфл. Поэтому я его сейчас беру. А, у меня отвертка. Я забыл, что у меня отвертка. Отвертка я саутрайфл. Конечно, не лучшая с комбинацией. Но и далеко не худшая. Если уж на то пошло. Я все еще немного опасаюсь, что босс. Вылезет из какой-нибудь. А, я хотел сказать чудом, я не умер. На самом деле, у меня просто 6 хп было. Так что чуд там никакого не было. Я дважды поранился об эту кислоту. О, полечился даже. Уже четвертого уровня. Вот здесь вот я чувствую мелтинга. Беру patience. Выбрать мутацию, когда я в следующий раз попаду в портал. То есть, по окончании этого уровня. Надеюсь, что игра не слишком громко идет. Потому что я уж не стал ее совсем в ноль управлять. Чтобы не было слышно фон от микрофона. Ну, я не очень боюсь, потому что я не умру с одного удара. Шотган. Опыт. Крокодил. Очень аккуратно с крокодилом. Я могу еще пытаться освещать себе территорию этими взрывами. Правой кнопкой. Ну, конечно, от этого особо толпы нет. Все. Похоже на то. Вот та самая мутация, которую я взял терпением. И импакт крис. Опять. При убийстве труп врага отлетает достаточно сильно назад. И сильно ранен других врагов. При том, что у меня они будут потом взрываться. Ну, ей. То очень хорошо в самую толпу врагов. Закидать кучу взрывающихся трупов. Так, это, если я не ошибаюсь, уже машина. Нет, это плохая машина. Просто очень много всего происходит. Я сконцентрирован предельно. Пятый уровень. Хорошо. Ой-ей-ей. Чуть не взорвал машину хорошую. Беру рейндж. И аккуратно сажусь. Все. Все. Хорошо. Ой, возьму, пожалуй, я Плутониум Хангар. Притягиваю с большего расстояния радиацию. И маленькие подбиралки с патронами. И всем таким. Аккуратно. Рейнджом всех добиваю. Потому что они стреляют ракетами. Вот такими вот очень опасными. Ого-го-го-го. Вот это да. Насыщенный будет уровень, чувствуется. Судя по тому, что происходит. И судя по тому, что у меня закончились патроны. Ха-ха. Вот это да. Вот это да. Вот это насыщенность. О, отлично. У меня есть патроны. Хотя бы немного. Ага. Что же у вас так много-то? Я теряю и радиацию, и еще патроны. Так. Спокойно, 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 спокойно. Больше патронов. Больше этого. Добиваем красного чувака. Обязательно. Обязательно. Его в живых нельзя оставлять. Ракетный чувак тоже очень опасен. Все. Голден. Гренед лаунчер. Блин. Да. А лучше меня просто просить даже не мог. Но я им себя сразу же взорву. Он от обычного отличается только тем, что гораздо дальше запускает гранаты. Что, в принципе, достаточно хорошо. Я бы не сказал, что это юзлос. Или что-то такое. В чем? Не в чем. Еще чуваков много. Рикошетом от стены. Раз. Два. Все. Нет, не все. Что ж такое-то? Наконец-то. Шестого уровня я уже... Но бой с собакой... О, блин. Придется мне, похоже, взять... Лазер Брейн. Больше урона от энергетических оружий. Ну, в некоторых случаях в два раза больше. Ну, конечно, не всегда. Не нравится мне, как меня поджимают. Стреляют снайперы. Летают вороны. Многовато всего происходит, если честно. Я бы хотел, чтобы все было поспокойнее, конечно. Я-я-я-я-я. Еще детка. Кранатометом. И об этого. Да. Обидно. Но, как бы, когда играешь за Мелцинга. На что-то большое рассчитывать не стоит. Особенно, когда с гранатометом. Я его, возможно, даже выкину. Потому что просто не смогу. Не смогу ее протащить. Гранатомет. Сражаемся с боссом. Где моя отвертка? Быстрый бой с боссом. Я сказал, быстрый бой с боссом. Еще быстрее. Вот так вот. И пошли в подводный мир. Стронг спирит берем. И вот так вот. Начнем со среза. Ну, если кто-то не заметил, то я... Как я сюда попал, имеется ввиду? Я просто не убиваю никого и не стреляя. Во-во-во-во-во. Вот это краб. Никого не убиваю и не стреляя. Открыл два сундука и канистру с радиацией. После этого меня пустили вот сюда вот. Еще очень важно убить босса быстро. Это неотъемлемая часть попадания сюда. Ой. Поранился. Они очень незаметные на таком фоне пузырьчики. Второй... Все еще второй уровень. И у меня один хп. У меня нету стронг спирита и это собака. А, у меня есть стронг спирит. Все. Все сразу стало гораздо лучше. Аккуратно обстанавливаю. Обидно было бы потерять обжабу. Мою способность пораниться. Один раз. Будем надеяться, что золотой гранатомет достаточно силен, чтобы быстро раздолбать собаку. Потому что если нет, то у меня ничего не получится. Аккуратно. Но он должен... Вот. Ну это довольно быстро. Я доволен таким результатом. Все получил. Там пистолеты всякие лежат. Кто-кто-кто там? Да, я возьму пистолет лазерный. Где он? Где он? Вот он. Все. Спокойно. Аккуратно. Взрываем его. Очень аккуратно. Не забываем перехватывать на пистолет, если что. Чтобы не взорвать самого себя. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Перехват на пистолет. Поранился. Поранился. Я могу его перезаряжать только один раз за уровень. Ну, за портал. Так что. Вот теперь, когда я вылезу из этого портала, у меня он будет на месте. О, отлично. Фронт бат. Аккурат. В три или... Да, в три раза больше взрывы, которые я делаю правой кнопкой. Вот. Да, в три раза больше. Все правильно. В общем-то, намного больше. Уже я не особо доволен своим гранатометом. Не потому, что у него какая-то слабая больная мощь или что-то еще. Просто я боюсь очень себя им убить. Очень боюсь. Это единственное, чего я боюсь. Ай-яй-яй. Лазерного пистолета недостаточно урона. Так что я не вижу, что все очень хорошо. Взрывали. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Аккуратно. Аккуратно. Вот я сюда побежал. Очень опасно за радиацией, потому что она пропадала. Так, все нормально. Еще один гранат лаунчер. Какая-то штука странная. Нет. Нет, никто не подойдет. Все хорошо. Я дошел, в принципе, мелтингом до зимы. Пусть даже через рез, но все равно это весьма хороший результат. Если уж на то пошло. О, лазер брейн. Смогу хорошо пользоваться своим лазерным пистолетом. Не сковывая себя. Все еще я боюсь босса, который будет на следующем уровне. Мне нечего ему противопоставить. Надеюсь, что у меня хоть что-то появится к тому времени, как я туда попаду. Ой. Опасно, 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 опасно. Что-то все лагает. Достаточно дико. Не совсем я понимаю, почему. Так, сейчас. Ага. Так, боюсь я... Броскомашу. О-о-о-о-о. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Повезло мне, что механика игры не позволяет получить два удара за один кадр. Иначе я был бы мертв. Собственно говоря. Потому что в меня там снаряда четыре, наверное, попало. Но, к счастью, все за один кадр. Ну, не за один кадр, конечно. Все-таки полсекунды неуязвимости у меня есть после каждого удара. Без этого никуда. Вот. То самое, о чем я говорил, что стены меняют цвет при взрывах. Ну, вот непонятно, почему это происходит. Ну, происходит и ладно. Причем как-то они рандомно достаточно меняются. Странно. Вот здесь на пустом месте какая-то зеленая штука появилась, а здесь вот на месте кристаллов не появилось ничего. А, это потому что я их взорвал, может. Ну-ка, вот посмотрим на этот кристалл. Ну. Давай. Что-то не особо он хочет краситься. Смежные с краем блоки не красятся, а внутренние красятся. Ай. Ну, не знаю. Недооценил я, пожалуй. Полицейского. Недооценил. Ладно, еще раз. Я думаю, я еще раз попробую срезать все-таки. Да, я попробую еще раз срезать. Там опасная скалянка. Ладно, я не буду срезать, я лучше буду сражаться с коррором. Это тоже весело. Я думаю, да. Или просто пройти игру. Я уже даже не знаю, что лучше. Я уже даже не знаю. Ну, пожалуй, я все-таки просто попробую игру пройти. Два гранат лаунчера. Отлично. Просто мечта всей жизни на мелтинге. Однозначно райдный скин. Без райдный скин никуда. Так, спокойно. Не могу даже не то, что в упор, даже близко ко врагам стрелять не могу в них. Потому что чрезвычайно опасно. Сколько вот раз я так уже умирал за гранат лаунчера. Не сосчитать. Вообще, есть мутация, которая дает мне иммунитет ко взрывам. Ну, частичный. То есть, я не получаю урон от взрывов и огня, если у меня 4 или меньше хб. Вот так вот она звучит. По-моему. Да, вот так она звучит. То есть, я могу ее взять. Чтобы было не так больно ходить с гранатометом. Так, где босс? Где босс? Вон босс. Отлично. М-м-м-м, хорошо. Могу заменить второй гранатомет. У нас тоже бесполезный слагер. Но он, по крайней мере, меня не будет убивать. И то хорошо. Ну да, конечно, громко я сказал, бесполезный. Все-таки из стоковых оружий гранат лаунчер самый сильный. Пожалуй, ну, по ДПСу. Стронг спирит. Я думаю, да, мне еще нужно выживать. Много выживаемости не бывает. Тем более, раз мне дают такую возможность хорошую. Целиком. Вот, я поранился. У меня и ни стронг спирит не ушел, ни хп еще осталось. Весьма я прочный. Уже не боюсь у каждого пика. Так, в каждой мыши. Да и болен весь, я думаю, тоже мне бы все-таки был бы не лишний в моем билде выживаемости. Оп. Оп. Ну, все-таки не важно, что мне будет. Если в альтернативе будет выступать фронт бат, я в любом случае по ним фронт бат. Ага, вот и нужная мне штука. Сауцлайгер. Очень много патронов тратит, я не могу себе позволить. Я не могу себе это позволить. Опыт. А, ну, обойдусь. Или могу? Ну, посмотрим. Пакрыс. Опять я с гранатометом, опять я сейчас себя убью. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Вот, все. Опять я с ауцлайгер. Да. Так, гораздо безопаснее будет играть. Все, чувствую немного спокойствие и уверенность в завтрашнем дне я сейчас чувствую. Когда выкину гранат ваунчер. Все. Можно, не опасаясь, стрелять во врагов. Взрывать их можно. СМГ, СМГ, УЗИ, неважно. А, да нет. Без иголайз, то бишь точности, особого смысла нет. Ну, пусть будет лазер брейн. Неплохой билд получается. Ну, оружие у осады трайфла мне уже начинает немного не хватать урона. А осады лагеря страшно просто им пользоваться того, что патронов не останется совсем. Например, на предстоящий бой. Который будет сразу после этого уровня автошотган. Все, проблема решена. Проблема решена с автошотганом. Да, я, пожалуй, беру Рэббит Па. Больше будет из врагов выпадать патронов и аптечек. Здесь я чистить ничего не хочу. Машины всегда лучше взорвать заранее, чтобы потом они тебя не взорвали. Могу взять дисган просто, чтобы убить собаку. Это все еще рисково, но я сделаю так. Просто потому, что собака очень большая, у нее большой хитбокс, и значит, они, по идее, много урона должны наносить. По идее. На самом деле, я не знаю. Так, ну собака еще живая. А, ну, ладно. Неплохо дисган пострелял. Стики лаунчер. Очень мощное оружие. Оно не взрывается, а прилепляется к врагам, и через некоторое время состоит вот такой тройной взрыв. Но, опять же, я боюсь. Я просто боюсь. И плюс у меня нет мутации. Нужной. Этот уровень я хочу просто прочистить автошотганом. Просто. Ага, хорошо сказал. Так, патроны заканчиваются. Начинаем экономить. Уже седьмой уровень. Вай-вай-вай. Все, нормально. Мог бы взять автошотган, пострелять, но... Все еще страшно. Что это там за оружие? Сейчас узнаю я. Вот, кстати, Боллинг Венис. Не получаю урон от взрывов и огня. Если у меня меньше 4 хп. Теперь у меня есть. Теперь я могу спокойно ходить со своим грэмблаунчером. Вот он. Не боясь взорваться. И взрыв от робота тоже. Вот он меня чуть-чуть поранил. Ну, я специально это сделал, чтобы показать. И взрыв от машины тоже. Вот, кидай в меня машину. Нет, я боюсь взрыва от машины, потому что, возможно, машина делает урон при контакте, а потом дополнительный урон просто от взрыва. Вот сейчас я еще раз взорвусь специально. Вот сейчас. Ничего не случилось, я не поранился ни чуть-чуть. Вот так работает эта мутация. Ну, теперь я опять поранюсь на 2, если взорвусь. Так что. Уже делать я этого не буду. Опять тики-лаунчер. Что-то одними и теми же оружиями спамят. Я хочу уже новое. Конечно, вместо саутрайфола. Особенно какое-нибудь энергетическое, потому что у меня есть лазер-брейн. И получается, что он просто в пустую мутацию пока простаивает. Так. Вот раз, поаккуратнее буду чуть-чуть. Ну, взрывы не особо много урона наносят, потому что я не запариваюсь. Ими. Так, у нас тут ганж-бой. Хорошо. Нет, не совсем. Ой, токсик-болл... Нет. Да. Эрейсер. А, нет. Эрейсер тоже использует шелсы. То бишь, патроны для шотгана. Так что... О, энергетическое. Что-то энергетическое. Сейчас я подзачищу и возьму это обязательно. Что это? Лайтнинг. Шотган. Не лучшее из всего, что мне могло выпасть. Но и не худшее, я думаю. Ого, какая скорострельность. Лайтнинг, шотган. Ну да, да, он нормально. Я думаю, что все получится. Дабл-флейм, шотган или авто-шотган. Вот тут я уже не знаю, если честно. Ну, очевидно, что дабл-флейм гораздо больше патронов экономит. Ну, все-таки. По убойной силе он проигрывает, поэтому я ставлю этот. И фронт-бат. Взрывать трупы сильнее. Что, я надеюсь, мне пригодится очень. Здесь все, у меня один хп, у меня нету стронг-спирита. И вот он, босс. Пессимистичнее прогноза быть просто не может. Патроны заканчиваются. Отлично. Очень. Очень аккуратно я пытаюсь что-то с ним делать. Как-то так из-под тяжка что-нибудь потихонечку. Лайкинг камер, но у меня мало хп. Мало хп, лайкинг камер. Так, босс готов. Главное не умереть. От глупого снаряда. Как вообще я это сделал? Я даже не представляю. Как так получилось? Да, можно попытаться сделать что-нибудь прикольное напоследок. Например, быстренький ран с короной... Где корона крови? Вот, с короной крови. Просто больше врагов. Вот моя корона. Так, спокойно. Решил я начать всё-таки с пистолетом, а не с гранатомётом. Как-то поспокойней. Вот мы начинаем такой ран. Больше врагов. И ещё, конечно, я получаю на одну палочку радиации меньше с каждого врага убитого. Но поскольку я мелцинг, я получаю на одну больше. И получается, что в итоге я получаю столько же, но больше врагов. Поэтому... Ещё больше я увеличиваю свой разрыв с обычным персонажем по уровню. Кроссболл. Кроссболл. Всё. Хорошие два оружия. Можно начинать. Импакт рис. Аккуратно. Дисган. Конечно, нет. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо, чисто идём. Ну, сложно грязно идти за мелцинга, при том, что с одного удара ран закончится. Ну, всё равно чисто идём. Не хочу подставляться. Убил я, по-моему, скорпиона там. Даже двух, вау. Неожиданно. Хорошо. Уровень с боссом. Ну, на босс корона никак влиять не будет. И фронбат опять. Вот у меня хорошая комбинация. Оооо, вот это уровень. Если бы это было без короны крови, то я бы, наверное, десятый уровень здесь набрал просто. Сразу же. Вот это уровень. У меня один хп. Всё хорошо. Так, патроны заканчиваем. Ладно, у меня есть арбалет. Два, три, четыре. И конец. Чисто. Очень аккуратно всё стараюсь делать. Ну, немного я уровня набил, конечно. Ладно. Всё равно хорошо. Четвёртый уровень. И я здесь беру эйфорию. Замедляет на 20% вражеские снаряды. Ну что, естественно, очень хорошо. Так. Не знаю я, куда мне отступать. Мне некуда, в общем-то, здесь отступать. Я только могу всё взрывать. Взять арбалет, чтобы ещё сэкономить патронов. Ну, я всё ещё за весь ран ни разу не поранился. И... Да, хорошо. Так. Пойди. Иди, иди. Вот так. Всё, хорошо. Взрыв сработал как нельзя, лучше. Снизу никого нету. Всюду продолжают бежать с крысы. Нет, не всё. Так. Так. Аккуратно так. Вот так. Вот. Лазерный пистолет. Мог взорвать просто всех, но... Вау. Какая куча. Да, вот так. Почаще поможет это стоит. Подрывать. Проклятый сундук. С проклятым огнемётом. Я беру его. Мне всё равно. Проклятое оружие я могу заменить только на другое проклятое оружие. И, в общем-то, в этом вся его особенность. Оно выпадает только если у вас есть корона. Да, только если у вас есть корона. То есть у меня есть корона крови. Значит, вот он у меня выпало. Проклятое оружие. Количество врагов здесь начинает чувствоваться. Всё-таки с короной крови играю. Начинает становиться опасно. Ну, рано сдаваться, конечно. Я чуть-чуть не сдох от того огнемёта, который там вверху. Погнём стреляет. Так. Грэнет-лаунчер опять. Нет. Нет. Спокойно. Всё ещё ни разу не поранился. Больше болтов. Вот так. Первый уровень скрапьярда. Есть. Стресс. На 20% уменьшает вражескую жизнь. Ого-го. Я подумал, что на меня откинулся ламандру. Но, видимо, всё обошлось. Так, надо повзрывать там кого-нибудь. Для профилактики, я думаю. Вот так вот. Вот так. Вот так. Совсем не страшно. Ещё повзрывать. Ещё повзрывать. Ещё повзрывать. Экономим патроны. Да. Количество огненных саламандра зашкаливает. Но я могу взрывать. Чуть меня сосед не убил. Но моя стандартная отговорка я могу взрывать. Остальное не важно. Ладно. Не сработала моя отговорка. Всё-таки персонаж самый хардкорный из всей игры. Поэтому не хватает у меня скилла, чтобы что-то путное с него выжить. Ну а завтра мы увидим Плент. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok